Конечно, видим же сам переплет такой. Книги все шанты, а в сетной бумаге. Ну, что еще сказать? По определенной тематике, это вот кто работает. Я миссионер, это как работают, вот ходят свидетели Ивовы, как с ними беседовать. Православный что должен отвечать? Это как учебники. В моем доме пришли там баптисты, сектанты, стали православными, стали батюшками. Это, конечно, очень редкий случай, но Бог сильен, так сделать. Мы ради Бога это все делаем. Значит, мы 367 примерно прошли. А это мое стихотворение, Игла, Игнать и Лавкин. Я просто говорю, переплетаю. А, это в мягком, это льняная основа, до 11-го, в мягком переплете. Дальше уже пошли в лавном переплете. Вот все. Я свидетелям Ивову сразу говорю, я не общаюсь, отказываю, закрываю дверь. Благостаю вас Господь, и чтобы вы нас тоже вспомнили в молитвах, потому что у нас трудный путь, мы прошли Крым, прошли ближнее, это дальнее зарубежье, Германия, Польша, а где-то и везде. А у нас тут вот церковь недалеко. А мы знаем, до церкви у нас особые просто, целая пачка подарили. Поэтому мы общаемся. Если желают, которые люди больше, бывает старой веры, старобревцы. Это вот за 180 лет, что было сказано, как самое доброе друг от друга приятное. Это не просто от какого-то вымысла, а это что говорит нам Господь. Эти книги без пригады в глаза сказаны. Они на целое столетие, как говорят, опережают время сегодняшнее. То есть кто? Президент, патриарх. Бог сказал. А для Бога это наша ложь, тоже все ничего не значит. Это все тлен и прах. Какой уж Сталин был, какой Гитлер, нигде никого нету. Прах и тлены, только память одна. А на суд Божий предстать тогда совсем. Как я написал, есть Божий суд на перстнике о развратах. И вот Библия, вот здесь об этом говорит. Вот где читать придется, видите, жирным курсивом, вот, черт, это из Библии, местописания. Я говорю, допустим, студентам, или, знаете, милиции, везде. И ссылаемся на Священное Писание, чтобы установить авторитет Божьего Слова. Через Божье Слово Бог возрождает души, касается Духом Святым. Бог дал нам веру, а эта вера сбегает горы. Вот у меня, мы думаем быть в Азербайджане, с мусульманами, видите, им все это рассказывают, приглашают люди. Совершенно не нашего круга даже. Вот отдельно. Я уже хотел показать Новый Завет вам, какое его издание. Это 240 цветных иллюстраций, лучшего иллюстратора Библии Гестава Дорет. Это вы сами расспросили. Скажите, а как оценивать эти книжки? А? Оценивать как? Оценивать? Ну, вот это все вместе 750 евро. Ага, это надо что? 750, вот это отдельно выделяется под раз 75, если это раз меньше. Нет, там, в списке там просто написано количество. Это старое-старое, которое вы показали, все на. А, но я и сумма, да. Вся сумма, 29 тысяч рублей, кажется. Ага. Когда вы зайдете на, которое мы показали на сайт, то на сайте там насчитано моим голосом 50 книг. Их нигде в мире больше нет. Я в свое время был неоднократно политзаключенным за Слово Божие я нес. Поэтому моим голосом насчитано там Библия, Архитиллах Булах, Златоуст 12 томов, Жития святых. Ну, как тебя звать? А ты найди своего святого и там послушай. Где она у меня здесь? За Слово Божие нетусь. Подожди, а вот она. Вот эта книга, она является как бы ключом к остальным книгам. Начинаю с моей биографии, а дальше я начинал детского лагеря. Все это в снимках показывают, и все дети стоят. Вот отдельно, отдельно просто документы. Вот, это как у нас. Вот Виктор Николаевич, вот он снимает. Это он идет с детским лагерем. Без помощи государства тысячи детей подняли. Этого нигде нету. Каждый думает о себе. А ты подумай о том, как ты на Суть Божию пристанешь. Вот. А это вот я иду арестованный. Это святые летят. В 86-й год. А в 87-м, 210 политзакрещенных одновременно всех освободили. Ну, то есть, соответствующие льготы. Теперь невинно преследуем. Меня 26 лет преследовали. И Господь дал огромный опыт. Вот я был в Америке выступал. Программы вел. Людям указать на Христа. Как с Богом жить можно? Встаем утром, молитва. Ложимся. Ну, поехали, где всех просим, помолитесь. Молитва нас сближает. Мы первый раз друг друга видим. Последний раз. Но в Мэйлу, если вы войдете осенью, я в сентябре должен быть дома, то там увидите свои фотографии. Мы там все это выясним. Как мы проехали, какое было благословение. Какие-то, ну, все же это живые люди. Какие-то задержки. Ехали в горах, в тоннелях. В прошлом году мы дошли до Владивостока и находки. И когда спрашивают, ну, представьте, это опыт 50 лет. И кроме того, когда вы будете смотреть, то увидите здесь, что, вот, открыв в конце, концовка самая, здесь дается выходные данные. Видите, набор делал сам. Компьютерной мерзкой занимался сам. Я 30 тысяч часов провел за компьютером. Это Бог дает силы. Я ничего не понимаю. Вот такие помощники. Учитель, музыкант, бард, исполнитель песен. А у моих стихотворений здесь 3467, моих стихотворений. И они настолько необычны, что это нельзя просто взять, да и написать. Вот я, допустим, открываю. Это Господь сделал так. Сейчас я покажу. Каждое стихотворение 9 куплетов. И напротив каждой строчки показано, откуда взята мысль из Священного Писания. А то Библию надо открыть 36 раз, чтобы стихотворение дошло. Оно событие называется экстраполяция всех тысячи давних времен на сегодня. И конкретно к тебе. И ты считаешь, Боже, как ты меня любишь. Ты сына за нас отдал. Мы представляем особую ценность для Бога. Вот это ребенку нужно показать. Кто-то изобрел шторы, кто-то дом. Ты еще не родился, а тебя уже мир ждал, все подготовил. Когда эта ценность есть, ему не до наркотиков будет. Он в детском лагере, чтобы девочке даже пальцами прикоснулся. Это такое сокровище, он должен увидеть целомудрие, стыдливость. Но девочка должна знать, мальчик это главное, это защита, это будущий священник. Это Бог дает. И каждое утро, вот у нас в детском лагере в 5 утра подъем. Ребенок искупается, поработает. Вот весенний на конях, на лодках. Он должен все знать. Вот у вас спросить, кто из... Ну, мобильный телефон, это есть. Кто изобретатель мобильного телефона? У меня дети знают, Мартин Купер. А кто в интернет заходит? Дети даже, знаете, президента и Бога, все они должны знать. Кто? Тим Бернер Сли. В него вложи сегодня, он понимает. А как это Тим, это Тимофей, как он старался, как у него не получалось. Он такой умницей. Давайте, дети, помолимся за него. Вот сколько есть слепых, немощных. Давайте вспомним о них. Помолимся, пошли брать малину. Эта жизнь наполнена радостью должна быть. Радостью прославления Бога. Бог нас так любит. Ни национальность нас, ни вера, ничто не разделяет. Соединяет нас с любовью ко Христу. Он умер за нас. Видите, везде крест. На шее крест, на могиле крест, на скорой помощи крест. Это высшее проявление любви. Голгофской. Иисус наш Спаситель. И как молимся. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И делаем поклон перед Его величием. Мы почитаем Божью Матерь. Мы сектантам должны это указать. Она избраннейший сосуд. Они хорошие люди там в аптестах. Но не церковь. Потому что нету них священства. И мы должны показать. Вот у меня книга есть одна здесь. Второй том, где я работаю с сектантами. Миссионерская работа. Как беседовать. Как им рассказать о Боге. Никаких нападок с православным. Сектантами. Чтобы они увидели это. И они приходят когда в церковь. Это лучшие священники. Которые в моем доме бывают. Это Бог их трогает сердца. Человеку это нельзя переубедить. Ну каждый встал на своем. Но когда я ему по Библии открываю. Он понимает. Ему не все дали оказывается. Вся полнота это Бог дал церкви. Потому что церковь имеет 2000-летний период. А они возникли 100 лет назад. 200. Ну бапсисты 300. Лютер 500 лет. Больше и нет. Но церковь-то. Вот Троицу отвечали от основания церкви. Сошел Дух Святой. Мы не заговорили на разных языках. Вот мы ехали. Разные языки. Каких только нет. Ну как-то что-то по-английски разговаривают. Я когда-то знал немецкий. На пальцах все мы договоримся. С Богом хорошо. Да благословит вас Господь. Спасибо. Если будет разрушаться библиотека. В жизни все будет. Сохраните эти книги. А они...